Уважаемые коллеги, добрый вечер. Мы продолжаем наши встречи с обсуждением лечения фибрилляции предсердий у пациентов с коморбидными состояниями. Сегодня мы говорим немножко о функции почек и фибрилляции предсердий. Итак, мы с вами поговорим о некоторых принципиальных вопросах, а также разберем несколько клинических случаев. Итак, прежде всего, фибрилляция предсердий. Фибрилляция предсердий – это состояние, которое будет нас сопровождать в течение многих лет. Потому что, как вы видите, в результате тех факторов риска, которые вызывают сердечно-сосудистые заболевания, они таким же образом вызывают и учащение фибрилляции предсердий. Причем, конечно же, фибрилляция предсердия увеличится и с возрастом. Поэтому постарение населения приводит к существенному увеличению частоты фибрилляции предсердий, как вы видите, по прогнозу практически в два раза к 60-му году. Итак, хроническая болезнь почек. Могу сказать, что только что закончившееся исследование, приоритет, где мы обследовали 20 тысяч пациентов с сердечной недостаточностью, показало, что помимо классических заболеваний или состояний, которые приводят к сердечной недостаточности, а именно плохо леченая артериальная гипертония или ишемическая болезнь сердца, аустроинфаркт миокарда, на третье место вышла хроническая болезнь почек, опередившая сахарный диабет второго типа и ту же самую фибрилляцию предсердия. Итак, хроническая болезнь почек стала серьезным фактором, определяющим прогноз на жизнь и на развитие сердечной остаточности этих пациентов. Итак, суммируется сама фибрилляция предсердия, которая ухудшает ситуацию у пациентов, сахарный диабет второго типа и хроническая болезнь почек. Все это вместе взятое существенно ухудшает прогноз наших пациентов. Итак, как вы видите, частота нежелательных исходов пропорциональна выраженности нарушений функции почек. Чем хуже функция почек, тем выраженнее частота нежелательных явлений, в частности, у пациентов фибрилляции предсердия. Конечно же, это инсульт и системная болезнь, это большие кровотечения и это смерть от всех причин. Итак, хроническая болезнь почек является одной из множества угроз для жизни пациентов фибрилляции предсердия. Это и комбинация с пожилым возрастом и увеличением риска кровотечения. Конечно же, это коронарные события и, естественно, это низкая приверженность терапии, потому что, опять-таки, уважаемые друзья, мы говорим о пожилых людях, которые имеют низкий вариант, так сказать, когнитивных функций. То есть, конечно, они забывают прием препаратов. Ну и, естественно, как я уже сказал, это риск инсульта. Итак, три столпа в введении пациентов с фибрилляцией предсердия. Мы будем подробно говорить об этом, когда будем разбирать вот эти вот случаи клинические. Итак, прежде всего и самое главное – это снижение риска инсульта. Это оценка риска и, соответственно, этому профилактика. Следующее, конечно, это модификация всех факторов риска, ну и, бесспорно, контроль симптомов. Есть классическая позиция. Вы можете в соответствии с данными пациента объективными, субъективными выбрать тот или иной вариант лечения фибрилляции предсердия, вернее, введения фибрилляции предсердия, а именно контроль частоты при постоянной форме фибрилляции предсердия или контроль ритма, то есть попытка восстановить стинусовый ритм с помощью медикаментозной терапии или с помощью, допустим, радиочастотной или какой-либо другой абляции. Но, тем не менее, независимо от того, какой тип введения пациента вы выбрали, этот пациент должен получать профилактическое лечение, направленное на предотвращение развития кардиоэмболического инсульта. То есть он должен получать прямые оральные антикогулянты. Что это дает? Бесспорно, это дает выраженное снижение смертности и выраженное снижение больших сердечно-сосудистых событий. И здесь мы должны еще раз подчеркнуть. Пациенты с фибрилляцией предсердия должны получать прямые оральные антикогулянты. Не дезагреганты, а именно прямые оральные антикогулянты. Какие? Вот это вопрос более сложный, потому что здесь мы должны выбрать, что явилось причиной фибрилляции предсердий. Как вы помните, мы всегда использовали термин клапанная или не клапанная фибрилляция предсердий. Сейчас, в последних рекомендациях наших американских коллег, которые вышли в прошлом году, фактически они пытаются или рекомендуют отказаться от термина клапанная фибрилляция предсердий. Почему? Потому что показания для антагонистов витамина К, для варфарина, извините, ради бога, это не я, это кто-то мне сдвинул слайд. Но, тем не менее, хорошо. Так, уважаемые коллеги, кто-то управляет моими слайдами? Нет. Юрий Никитич. Он как-то живет по своим законам. Итак, мы говорим о том, что постепенно мы уходим от термина клапанной фибрилляции предсердий. Потому что показания для антагонистов витамина К, для варфарина, существенно уменьшаются. То есть осталось только механические клапаны сердца, еще раз повторяю, механические, биологические клапаны сердца ушли в серую зону, и выраженный кальциноз и стеноз левого атрио-ветрикулярного отверстия. Я почему это подчеркиваю? Потому что мне недавно пришлось делать телеконсультацию одной пациентки, которой никак не могли назначить прямой оральный антикогулянт. У нее был всего-навсего краевой кальциноз творок метрального, ортального и трикоспидального клапанов. Не более чем. Не было даже признаков стенозирования. Был просто кальциноз творок. То есть как результат, наверное, каких-то фибротических изменений возрастных. Это не является противопоказанием для назначения прямых оральных антикогулянтов. Итак, прямые оральные антикогулянты могут быть назначены с высокой степенью доказательной базы практически всем пациентам с фибрилляцией предсердий. Что выбрать? Ну, могу сказать так. Видите, в рекомендациях указано вообще прямые оральные антикогулянты. Они все эффективны. Они все имеют примерно те же самые, будем так, шансы вызвать желудочно-кишечное кровотечение. Потому что желудочно-кишечное кровотечение определяется не препаратом, а состоянием слизистой желудка и кишечника. То есть, когда вы выбираете прямой оральный антикогулянт, вы должны говорить о эффективности, безопасности, бесспорно, да, и доказательной базе. То есть, вы должны выбрать тот препарат, эффективность которого и безопасность которого доказана на той популяции, которая наиболее близка к тем пациентам, которые приходят к вам каждый день. А именно по возрасту, по шкале 1-2 ВАСК и по шкале ХАЗ-БЛЭД. И здесь, в этом отношении, ревороксабан имеет существенное преимущество, потому что исследования Рокетаев, Рекваза и другие исследования были сделаны на пациентах наиболее близких к тем, которые приходят к вам на прием. Итак, исследования Рекваза, исследования Рокетаев показали, что использование ревороксабана на нашей популяции пациентов приводит к снижению риска инсульта и системных эмболий на 21%. И обратите внимание, мы с вами говорим о хронической болезни почек. Ревороксабан был испытан в различных вариантах, с различными степенями снижения скорости клубочковой фильтрации. И фактически везде он показал свою эффективность. Я уже не буду говорить о том, что не забывайте, что есть и почечная доза, достаточно удобно. Это еще один аспект. Удобство применения препарата. Итак, с точки зрения соотношения частоты серьезных нежелательных реакций на частоту использования препарата, бесспорно вы видите, что ревороксабан имеет явное преимущество. Именно он имеет наилучший профиль безопасности по данным базы так называемых нежелательных лекарственных реакций. Не будем забывать, что пациенты пожилые с хронической болезнью почек очень часто имеют коронарные проблемы, имеют ишемическую болезнь сердца. И вот здесь царелтаревороксабан имеет явное преимущество по одной простой причине. Он испытан у пациентов с хронической ишемической болезнью сердца, с атеросклеротическим поражением периферических артерий. И по сравнению, допустим, с добегатраном, у которого есть некоторые вопросы в этом отношении, он имеет бесспорное преимущество у этих пациентов. Итак, количество нежелательных почечных событий в эпидемии фибрации претердия. Вы видите, что в ревороксабане существенно улучшалась ситуация и по почечным исходам, и по снижению скорости клубочковой фильтрации, по удвоению сыворочного криотинина, по острому повреждению почек и по почечной недостаточности. Итак, ревороксабан в этом отношении имеет явное преимущество перед другими препаратами. Ну и, конечно, удобство применения. Не забывайте, пожилые пациенты со снежной памятью. И, конечно, возможность применения препарата один раз в день и иметь блистерную паковку, конечно же, выгодно отличают ревороксабан по технологии применения других препаратов. Итак, назначив ксорелта, пациент с фибрацией претердия и высоким риском кровотечения, вы можете защитить его от целого ряда жизнеугрожающих рисков и улучшить прогноз, потому что это препарат с излучительной профилем безопасности. Показано снижение риска коронарных отражений, профилактика инсульта бесспорно. И, конечно, отмечено снижение риска ухудшения функции почек. Уважаемые друзья, передаю с удовольствием слово моим коллегам, которые разберут несколько клинических наблюдений. Игорь Никитич, спасибо огромное. И да, я принимаю на себя эстафету, и мы поговорим о первом клиническом случае. Это будет пациентка пожилого возраста. Пациентка, очевидно, с высоким риском кровотечений и с большим количеством сопутствующей патологии. Но давайте пойдем поэтапно. Итак, прежде всего, Юрий Никитич, сейчас я прошу прощения. Да, он начинает жить по каким-то своим законам. Да, да, да. Сейчас я попробую сделать вот так. Да, сейчас все должно быть в порядке. Коллеги, еще раз прошу прощения. Собственно говоря, вернемся к клиническому случаю. Итак, перед нами пациентка, собственно, высокого пожилого возраста с высоким риском кровотечений. Что мы знаем об этой женщине? Мы знаем, что она обратилась, собственно, в причину обращения. Это первичный срыв ритма. То есть, первый выявленный значимый пароксизм фибрилляции предсердий. И это произошло в 2024 году. Но эта пациентка имеет богатый кардиологический анамнез. Мы говорим и об артериальной гипертонии. Вы можете легко увидеть на слайде, что давление плохо контролируется. В общем-то, это реальность большинства пациентов, которые сами, к сожалению, нерегулярно принимают препараты. Или им не назначена достаточная доза или комбинация гипотензивных препаратов, что ведет, собственно, к вот этой проблеме. Не до контроля артериального давления. Позволю себе напомнить, что если цифры артериального давления в, ну, по крайней мере, более чем в 5% случаев не находятся в целевом диапазоне, это значит, что мы давление не контролируем. То есть, первое, неконтролируемая гипертония. Второе, вы видите отсутствие контроля гликированного гемоглобина. Да, мы отказались от глюкозцентрической модели в лечении диабета. Но мы все равно должны ориентироваться на контролируемые, на целевые значения. Этого опять не происходит. Ну и, наконец, оккупированный по скорой помощи эпизод, впервые выявленный эпизод фибрилляции предсердий. Да, у нее есть еще сопутствующая патология. Это полиморбидная пациентка. Это остеоартрит с поражением коленных суставов. Ну и, конечно же, ожирение. Вы видите и ожирение первой степени, и избыточная масс тела, индекс масс тела 31,3. Идем дальше. Что мы можем сказать об ее терапии? Мы упомянули, что она недостаточна. Мы видим, что это так. Амлодипин 2,5 или зеноприот 2,5. Очевидно, что для такой пациентки должна быть выбрана тройная комбинация или двойная с более высокими дозами. И ей 72 года. Напомню, ей даже нет 75. Для... Она пьет НПВС в связи с болями в коленных суставах. И да, она принимает статины. Но опять-таки, мы с вами много последние два года говорим о воспалении, о выраженности, о значимости уровней выскочитывательного цирреактивного белка. Очевидно, ей никто не определял его. И мы можем говорить о том, что доза торвостатина, скорее всего, недостаточно всего 20 мг в сутки. Мы знаем ее скорость кубочковой фильтрации 39 мл в минуту. Мы знаем ее клиренс креатинина 47. В общем-то, это не так, чтобы много. Но это уже говорит нам о многом выборе стратегии лечения в плане антикоагулянтов этой больной. Мы видим, что ее СКФ по CKD API составляет 39, а 6 месяцев назад, прошу прощения, было 43. Есть незначительное снижение, но Михаил Михайлович позже будет более подробно говорить о динамике и скорости кубочковой фильтрации креатинина. Мы видим ее триглицериды, которые в зоне риска. Это не 1,7, но фактически риск начинается выше 1,1. Мы видим, что у ПНП 2,4 очевидно, что у нее должно быть в районе 1,3-1,5. Ну и мы видим, конечно же, 46 мг на грамм соотношение альбумин-креатининовое соотношение. Ну, на ЭКГ, понятно, умеренная гипертрофия на ЭКГ, то есть нарушения локальной глобальной сократимости отсутствуют. Есть часто инжелудочковая экстрасисталия и гемодинамически незначимая тросклероз сонных артерий, что опять-таки говорит о недостаточной дозе аторвостатина. Ну и понятно, что такая пациентка является, ну как бы, комбинацией риска. У такой пациентки есть, во-первых, диабет, который будет увеличивать риск инсульта. Диабет вызывает диабетическую анафропатию, которая будет, особенно СКФ ниже 60, будет увеличивать риск нарушения мозгового кровообращения. Диабет будет ускорять прогрессию ХБП через диабетическую анафропатию, DKD, Diabetic Kidney Disease. Фактически это субстрат хронической болезни почек. И, конечно же, эта пациентка полиморбидна, она принимает НПВС, что будет влиять на риски кровотечений. Ну и да, это пожилая пациентка, и диабет, избыточный вес, мы не приводим здесь этих данных, но совершенно очевидно, что такая пациентка может иметь некое когнитивное снижение, и действительно у такой пациентки может быть более низкая приверженность к лечению, связанной с этими когнитивными нарушениями или когнитивным снижением, как правильнее говорить. Собственно говоря, понятно, что у нее также будет высокий риск коронарного события на фоне диабета, на фоне недостаточной терапии с татинами, на фоне сохраняющегося резидуального риска по уровню триглицеридов. И да, такая пациентка фактически требует радикального изменения всей терапии. Мы сегодня уже обращались, Игорь Никитич показывал этот слайд. Фактически это новое видение алгоритма европейского CC, то ABC, он был первый. Но АХА, Американская Ассоциация Сердца, в 23-м году переосмыслила его и представила в виде трех столпов. Я думаю, что это сделано по аналогии с квадротерапией, четыре столпа ХСН, здесь фибрилляция предсердий, три столпа. Фактически это то же самое, что CC, то ABC. Только немного другими словами. И да, мы здесь видим строчку, основу, фундамент, модификация факторов риска и изменения поведения. И у нашей пациентки не курит, но у нее есть ожирение, у нее есть слипопное, у нее есть низкая физическая активность, гипертония и сахарный диабет. Нет ХСН, но я думаю, что это событие, которое появится в самое ближайшее время. ХСН сохраненной фракции выброса, конечно же. А у нее нет данных по эхокардиографии Е и Штрих. Чтобы мы говорили об этом, нет данных BNP, NT, PRO-BNP. Но если мы определим, я готов поспорить, что у нее уже есть ХСН с сохраненной фракцией выброса. Идем дальше. Собственно, тот самый алгоритм, с которого все начиналось, CC, то ABC. Мы должны подтвердить фибрилляцию, мы это сделали. Мы должны дать характеристику, пароксизмальная персистирующая постоянная форма. И мы должны стартовать лечение. Смотрите, первая шестеренка. A, антикоагулянтная профилактика. Первое, что мы должны дать антикоагулянты. Второе, контролировать симптомы. Но C, не менее важный пункт, контролировать все сопутствующие заболевания. Потому что это связанные события, как шестеренки. И да, вот здесь разъединили эти шестеренки. Но здесь лучше видно, они крутят друг друга. И да, мы понимаем, что у этой пациентки вся терапия требует комплексного пересмотра. Но пойдем дальше. Итак, мы говорим, что первое, с чего нам надо начать, после того, как мы подтвердили фибрилляцию, ну мы это сказали, как реализовали фибрилляцию, мы должны выбрать антикоагулянт для данной пациентки. Очевидно, что такая пациентка имеет наиболее высокий риск нарушения мозгового корообращения. Потому что у этой пациентки есть сахарный диабет. Первый пароксизм в 72 года на фоне ожирения, на фоне диабета 100% будут повторные пароксизмы. На самом деле, если рассуждать с научной точки зрения, я почти так же, как с сохраненной фракцией выброса, я почти на 100% готов ручиться, что это был не первый пароксизм фибрилляции предсердий, но это был первый выявленный пароксизм фибрилляции предсердий. Я очень любил раньше в своих лекциях показывать этот слайд, который говорит о том, что короткие пароксизмы в течение пяти, иногда семи лет остаются незамеченными. Лет, не месяцев. Остаются незамеченными, и пациента поколотилось немножко сердце. И то, о чем сейчас очень много говорят, что только внедрение носимых устройств, и вот этот гигантский проект, который идет в США, где все люди с носимыми устройствами, у них у всех проявляется постоянный мониторинг наличия фибрилляции, позволит выявлять фибрилляцию на много лет раньше, чем это происходит сегодня. Ну, как это в примерах исследования МАФА, МАФА-2, гигантских проектов Южной Кореи, которые выявили среди абсолютно здоровых людей примерно 850 человек, но это не в масштабах страны, это из 120 тысяч, примерно 850 человек с фибрилляцией предсердий, которым потребовалось лечение. Но вернемся к нашей больной. У нее уже выявили фибрилляцию, значит, надо, чтобы выбрать антикогулянт, вообще это о чем мы говорим. Надо считать баллы по шкале ЧАДЗВАСК. И вот мы считаем баллы, гипертоник, диабетик, возраст 65-74, Е72, женский пол, получаем 4 балла. Я готов почти поспорить, что здесь надо добавлять пятый балл, но, повторюсь, нет, не выполнена оценка ЕЕ штрих и не сданы анализы на БНП, не типы БНП, поэтому где выберем 4 балла. 4 уже много. В реальности это больше, но 4 это уже много. И фактически мы можем говорить о том, что у этой пациентки, ну да, ей ведь, вы можете мне возразить, ей ведь и артерии нижних конечностей не смотрели. Может быть, там выраженный тяжелый атеросклероз, может вообще получится 6 баллов, может быть. Но 4 балла это уже очень много. В реальности это основа большинства пациентов. Ну и да, собственно говоря, выбирая для этой пациентки препарат, выбирая антикогулянт для пациентов с сахарным диабетом, среди крупных исследований в Роке ТФ, для Рива Роксабана, это было 40% популяции. То есть это, во-первых, высокие баллы по шкале ЧАДЗВАСК, которые были в исследовании Роке ТФ. Во-вторых, это большое количество больных с сахарным диабетом. То есть мы можем говорить смело, что эта популяция, та популяция, на которой был исследован Рива Роксабан в достаточном объеме. Ну и, собственно, да, это сравнительные работы с фарфарином, где Рива Роксабан также демонстрирует и в Роке ТФ, и в субанализе Роке ТФ, демонстрирует снижение относительного риска на 21,18%, инсульта, системных эмболий. И да, это достигается за счет использования Рива Роксабана. Ну и, собственно, да, это риски смерти, это сохранение функции почек, различная степень снижения скорости клубочковой фильтрации. И да, и здесь в том числе мы видим сравнительные, сопоставимые показатели эффективности в сравнении с антагонистом витамином КА, с фарфарином. Вне зависимости от стадии хронической болезни почек происходит снижение относительного риска, да, СОР, то, что мы называем, снижение относительного риска. И это очень хороший результат и у пациентов с диабетом, с фибрилляцией предсердий. Снижение, то есть, вне зависимости от скорости клубочковой фильтрации, это не моя тема, о ней сегодня будет говорить больше гораздо Михаил Михайлович. Не буду залезать на его территорию, его лекции. Но просто оговорюсь, что вне зависимости от скорости, да, естественно, есть отсечка 15, вот до этого момента мы видим снижение относительного риска, я думаю, что оно будет и дальше. Собственно, если мы рассуждаем с вами о увеличении частоты больших кровотечений, то это тоже имеет место быть. Чем больше препарат имеет почечный путь элиминации, тем очевидно у больных с тяжелым нарушением функции почек будет больше шансов того, что будет накопление препарата. И да, это действительно прослеживается, хотя ревероксабан имеет небольшой процент почечной элиминации, тем не менее, да, со снижением скорости клубочковой фильтрации всегда будет вот эта динамика, и избежать этого невозможно, это надо держать в уме. Ну и если мы, наконец, доберемся до баллов по шкале Хазблет, то мы посчитаем количество баллов, и мы увидим, что неконтролируемая гипертония – 1 балл, мы видим пожилой возраст, больше 65 лет – 1 балл, сопутствующий прием препаратов она принимает НПВП – 1 балл. Да, она не пьет алкоголь, да, у нее нет лобильного МНО, у нее не было кровотечения или инсульта, но совершенно очевидно, что такая пациентка, к сожалению, имеет гораздо более высокий риск кровотечения. И да, наверное, здесь можно подискутировать о роли нарушения функции почек, но у нее не было трансплантации диализа, ее сыворочный креатин не больше 200, у нее 41, 39, 43 – это соответствует стадии 3А, 3А, 3Б. Ну вот, соответственно, та целевая группа, с которой мы имеем дело. Но здесь бы мне хотелось задать вопрос. Вот мы подчеркнули, что пациентка имеет хроническую болезнь почек, пациентка имеет сахарный диабет, пациентка коморбидна. Мы показали некоторые данные по антикоагулянтам, в частности, я упоминал ривероксабан. Мы говорим с вами о том, что со снижением скорости кубочков фильтрации будет расти риск кровотечений. И мне бы хотелось задать вопрос аудитории. С вашей точки зрения, непредвзято, вот с вашей точки зрения, какой пак наиболее из всех прямых оральных антикоагулянтов, но здесь нет и доксабана, но потому что его нет в Российской Федерации, наиболее изучен нет варфарина в популяции пациентов с фибрилляцией и наиболее высоким риском кровотечений согласно рандомизированным исследованиям. Вот сейчас у вас есть несколько секунд, чтобы проголосовать. И мы двинемся дальше. Ага, мы видим результаты голосования. Ага, так, апексабан 25%, добегатран 5%, ривероксабан около 70%, но я округляю, потому что проценты не точные. Ну что ж, действительно, ривероксабан, правая аудитория ответила абсолютно верно. С точки зрения рандомизированных исследований, количество исследований, где ривероксабан изучался в популяции с более высоким риском кровотечения, это и анемичные больные, и больные с низкой СКФ, и действительно является ривероксабан. Окей, назначив ривероксабан пациенту с фибрилляцией, диабетом, ХВП, можем ли мы быть уверены, что выбираем тот антикоагулянт, профит безопасности которого изучен именно у таких пациентов? И здесь я попрошу Михаила Михайловича прокомментировать. Уважаемый Александр Григорьевич, дорогие коллеги, Ирина Никитич, ну, конечно, говоря о том, каким образом мы используем какой-либо лекарственный инструмент в реальной клинической практике, мы, безусловно, должны опираться на ту доказательную базу, которая является основой исследования эффективности и безопасности данного инструмента. И вот что касается трёх наиболее распространённых антикоагулянтов, это ривероксабан, апексабан и добегатран, то как раз-таки в исследовании РОКИТ-АЭФ была использована наиболее тяжёлая в плане, ну, скажем так, негативного прогноза по риску кровотечений о категории пациентов. 62% из них имели, к великому сожалению, риск кровотечений. И вот именно эта категория пациентов наиболее близка к реальной ситуации, ну, например, в нашей стране. То есть наши пациенты с фибрилляцией предсердия, насколько я знаю из уст и мнения моих коллег-кардиологов, как раз-таки характеризуются высоким риском кровотечений. Александр Григорьевич, передайте мне, пожалуйста, право. А я передал. Ну, Извините. Ну, помимо этого, конечно, есть, помимо РОКИТ-АЭФ, есть ещё, на мой взгляд, замечательное исследование. Я его называю московским исследованием. Оно не имеет такого чёткого названия, красивого, как РОКИТ-АЭФ. Но это были больные с фибрилляцией предсердий с четвёртой стадии болезни почек. То есть это те больные, которых уже потихонечку начинают упаковывать, готовить гемодиализу. То есть это больные, которым накладывают артериевенозную фистулу. Пока она созревает, больной из четвёртой стадии переходит в пятую, его благополучно берут на диализ. То есть этих больных традиционно врачи-нефрологи вместе с врачами-кардиологами собственно готовят к диализу. Снижает уровень фосфора в крови, влияет на уровень парадгормона, убирают источники персистирующей инфекции, кориозные зубы, декомпенсированный танзелит, значит, гнойные миндалины и многое-многое другое. То есть пациента готовят к диализу. И вдруг вот на этой стадии, когда, казалось бы, больной уже в плане почечной функции совершенно списан, идёт анализ того, какой препарат, какой антикогулянт безопаснее у этой категории больных. Ведь этого больного на блюдце надо донести до диализа, не расплескать. Большинство из этих пациентов, к сожалению, до диализа не доживает. И вот оказалось, что такой тяжёлой категории пациентов, третий из которых имеет сахарный диабет, половина имеет анемический синдром, ренальную анемию и так далее, применение к Сорелты сопровождалось более низким риском больших кровотечений, малых кровотечений. И, соответственно, этот риск снижался на 38 и 28%. Ну и, Александр Георгиевич, резюмируйте, пожалуйста. Да, но я думаю, что на самом деле любой из нас может здесь резюмировать. Мы говорим, что действительно реврексабан изучен наиболее широкой популяцией пациентов с фибрилляцией ХБП диабетом. И у пациентов с наиболее высоким риском кровотечения вот только что Михаил Михайлович приводил примеры. И он действительно продемонстрировал благоприятный профиль эффективности, безопасности в этих различных группах. Ну, собственно, зачитывать, я думаю, эти выводы, эти резюме не имеют никакого смысла. Я думаю, все увидели его на слайде. Основная идея, что действительно реврексабан является хорошо изученным препаратом в этой популяции. Возвращаемся к алгоритму CC to ABC. И здесь мы снова упираемся в очередную шестеренку. Наша задача говорить о контроле коморбидности. И вот здесь, наверное, мне, как не только кардиологу, но и как терапевту, в первую очередь на ум приходит, как много мы можем изменить в прогнозе этой больной, если будем видеть не одно заболевание у пациента, пришел с фибрилляцией, ушел с фибрилляцией. Нет. Мы должны видеть зафибрилляции. Мы должны видеть целого пациента. Да, холистический подход, целостный подход к ведению больного. И действительно, если мы попытаемся разложить эту пациентку, да на самом деле большинство пациентов, которые приходят к нам на прием, мы найдем там и гипертонию, мы найдем там у конкретно этой больной. И сахарный диабет с отсутствующим фактически контролем гликированного гемоглобина не достиг целевых значений. И с дислепидемией, и с ожирением. Естественно, больная рассказывает нам, что она питается как мышка, что она ничего не ест. Но окей, так может быть при отсутствии физической активности, как таковой. Собственно, у нее низкая физическая активность и 500 метров до работы. Ну и синдром обструктивного ночного апноя. Да, очевидно, повышается дневная сонливость, но проблема обструктивного апноя сна в гипоксии, которая распространяется и затрагивает в первую очередь не только миокард, но и головной мозг. Фактически, у такого пациента присутствуют до 30, иногда и дольше секундные эпизоды гипоксии головного мозга в течение сна. А значит, очевидно прогрессирующее снижение когнитивной функции, что бывает и у человека с храпом, и тем более у человека с обструктивным апноя сна. Да, мы должны давать таким пациентам рекомендации по физической нагрузке. Я понимаю, что считать МЭДС будет достаточно сложная задача, но и я понимаю, что вы сейчас отмахнетесь и скажете, ну что он говорит, кто из этих больных 72 года, сбегать она что ли пойдет? Конечно, не пойдет. Но вы можете использовать такие уловки, чтобы мотивировать пациентку. Например, посоветовать ей делать крюк, чтобы идти до работы. Мы не говорим о том, что она побежит. Такая больная, очевидно, не побежит никогда. Мы даже не поверим, если она нам это расскажет. Но она может завести собаку, гулять с собакой, больше двигаться. Она может спрятать пульт от телевизора и ходить, переключать канал рукой. Она может выходить и обходить как-то по-другому, идти на работу. Она может ходить в более дальний магазин. Она может, в конце концов, приобрести самый простой, дешевый, носимый браслет, который будет жужжать ей каждый час, напоминая необходимость встать и несколько минут подвигаться. И это уже даст свои результаты. Я не буду сейчас показывать эти слайды, у нас не так много времени. Но мы знаем, что такие приемы позволяют удвоить или утроить количество проходимых шагов, позволяют добиться гораздо лучшего контроля систолического и диастолического артериального давления и позволяют добиться лучшего контроля веса у данного пациента. Но если говорить в идеале, в идеале такая пациентка должна заниматься низко умеренными физическими нагрузками, аэробными или не аэробными. Пожалуйста, не путайте с анаэробными. Анаэробные это для спортсменов. А для нашей пациентки аэробные и не аэробные физические нагрузки до 200 минут в неделю. Ну то есть это получается 40 минут 5 раз в неделю. И да, этого будет более или менее достаточно. В ее случае, если она сможет удерживать свое ЧСС, не сможет, возразите вы мне, я с вами соглашусь, потому что одно дело теория, другое практика. Реально пациентов в 72 года, изменивших свой образ жизни, крайне мало. Однако мы должны пытаться хоть как-то мотивировать их, поэтому я и заговорил о собаке, о пульте, о телевизоре, о другом маршруте на работу и так далее. Хоть что-то мы должны попытаться изменить в их жизни. И да, я понимаю, что часто очень разговоры про то, что таким пациентам надо ходить в спортзал, выглядит смешно, никакой спортзал они никогда в жизни ходить не будут, но тем не менее, наука есть наука, у нас есть исследования, которые доказывают, что плюс будет, и если один из тысячи ваших пациентов это сделает, значит, один пациент, у одного пациента, вы и мы с вами вместе добились гораздо более хороших результатов. И да, естественно, снижение веса снижает частоту рецидивов, пароксизмов, фибрилляции, предсердий. Естественно, улучшает качество жизни. Естественно, положительно влияет на уровни липидов. Естественно, положительно влияет на уровни гликированного гемоглобина и контроль артериальной гипертонии. Насчет обструктивного апноэ сна, обструктивное апноэ уйдет. Если пациент похудеет, храп уходит не всегда. То есть, я видел несколько пациентов, в моей практике не так много больных, радикально поменявшихся образ жизни, но я видел пациентов, которые имеют уже абсолютно нормальный индекс массы тела. Они спортивные, но у них сохраняется храп, который присутствовал когда-то до этого. Храп не ушел. Там надо говорить о мягком небе и провисании. В общем, это отдельная тема для разговора. Но слипопное действительно исчезает. А вот храп, к сожалению, останется, что не очень хорошо. Но тем не менее, мы перечислили огромный перечень результатов, которых мы могли бы достичь. Не можем достичь изменения в образе жизни. Давайте обсуждать подключение РГПП-1 как препаратов подавляющих аппетит, комбинацию диеты, физических нагрузок и препаратов. Но цель снизить вес должна быть достигнута и это значимо изменит качество жизни этой больной. Ну и да, собственно, модификация факторов риска. Когда мы говорим о диабетиках, то у них есть определенные алгоритмы. Здесь все это так легко сказано. Отказ от курения, модификация образа жизни. Дай бог, если так все это по щелчку пальца произойдет. Но в идеале оно должно быть именно так. Дальше мы задаемся вопросом, есть ли атеросклеротическое сирочесущественное заболевание. Если нет, то нет. Если да, то мы должны добиться контроля цифр давления, антитромботической терапии, снижения уровня липидов, подключения либо СГУТ-2, либо РГПП-1. Дальше интенсифицировать терапию, добившись, посчитав больному баллу по шкале СКОР-2 диабетис и добиться более интенсивной терапии, вопрос в том числе двойной антитромбоцитарной терапии, плюс здесь есть изучаемые методики, такие как подавление воспаления, так и ухицинные, более широко исследованный, но обсуждается также, вероятно, за ним большое будущее. Вот Михаил Михайлович, не даст мне соврать, за зилтевикимабом, препаратом, который, блокатор шестого интерлекина исследовался у больных с хронической болезнью почек, и да, здесь есть определенные перспективы, куда мы движемся, то есть будущее есть, самое главное выбрать рациональную схему текущей терапии. Ну и, собственно, конкретно в нашей больной не курит, модификации образа жизни нет, гликированный гемоглобин не меньше 7, атеросклеротическое поражение есть, препараты аторвостатин выделим желтым цветом, я 100% верен, что этого недостаточно, а этого всего нет. Вот и фактически антикоагулянтов нет, мы должны добавить и в данном случае реверксабан, повысить аторвостатин до 40 и дальше взять анализ на высокочувствительный цирреактивный белок, если он будет меньше единицы, окей, если выше единицы, увеличивать аторвостатин до 80, здесь решать вопрос между ДАПа, МПоглифлозином в комбинации с метформином и да, а дальше рассматривать, я бы посмотрел в будущем артерии нижних конечностей и посмотрел, что происходит с атеросклеротическим процессом, возможности, необходимости использования антиагрегантных схем, но я не буду забегать вперед и передаю слово Михаилу Михайловичу. Ну, продолжаю, Александр Михаил Михайлович, ваше повествование, собственно, такая пациентка, она обычно попадает к нефрологу как раз-таки от врача-кардиолога и, собственно, всегда хочется врачу-кардиологу, чтобы нефролог обратил внимание на болезнь почек, может быть, каким-то образом повлиял на течение этого процесса. И надо сказать, что иногда врач-кардиолог, ну, врач-нефролог не оправдывает ожидания врача-кардиолога. То есть, всегда кардиолог ждет, что, ну, вот сейчас нефролог назначит какое-то чудо-средство, которое может назначить только он. А на самом деле, ну, учитывая то, что механизмы и законы, по которым развивается поражение почек, поражение сердца, они, в общем-то, схожи, поэтому, приводя рекомендации Каидига 22-го года по лечению больных с сахарным диабетом и хронической болезнью почек, это наш такой вот международный стол нефрологический с рекомендациями. Я хочу сказать, что нефрологи вполне успешно слезали, в общем, немедикаментозные рекомендации в отношении больных с ХБП у наших больших коллег-кардиологов и эндокринологов. Это и здоровое питание, и физическая активность, и отказ от курения, и контроль массы тела. Но вместе с тем есть несколько нюансов. Но вот первый нюанс это назначение блокаторов РАС с ренопротективной целью. Следует заметить, что, ну, в ряде рекомендаций по артериальной гипертензии предлагается вариант фиксированных комбинаций антигипертензивных препаратов. Но вместе с тем надо помнить о том, что даже в этой фиксированной комбинации блокатор РАС должен находиться в максимально переносимой дозе. То есть упор делается в сторону этого класса препаратов, если у больного есть ХБП. Следующий момент, нюанс, это метформин. 30 мл в минуту это нижняя планка, при которой мы, в общем-то, должны метформины уже отменить. А если СКФ ниже 45, то доза метформина должна быть снижена, как правило, в два раза. А честно говоря, вот в клинической практике 40-45 мы все-таки стараемся метформины уже с практической работы убирать, потому что по опыту могу сказать, что уход от метформина при СКФ ниже 40-45 позволяет нарастить СКФ примерно на 2-3 мл в минуту. Ну, то есть препарат, замечательно влияющий на сердце, сосуды и почки на ранних стадиях болезни почек, в общем, может в некоторой степени изменить ситуацию на противоположную, тогда, когда функция почек начинает истекать. Конечно, это блокаторы натрия-глюкозного котранспортера второго типа, безусловно, важный инструмент в ренопротекции. Ну, и из новых препаратов, это нестероидные антагонисты минералокортикоидных рецепторов, в частности, на нашем рынке сейчас появился препарат фениринон, фериалта, который довольно широко начал использоваться как ренопротектор. Плюс его состоит в том, что он совершенно гемодинамически неактивен, то есть он практически не влияет на артериальное давление, и единственный момент, который надо учитывать при назначении фениринона, это уровень калия в крови у пациента. Ну, я не буду подробно рассматривать питательную тарелку пациента с ХБП, лишь напомню о том, что вот стратегия 90-х годов, стратегия так называемой низкобелковой диеты, она в общем постепенно растворяется. Растворяется она ввиду того, что у такой диеты есть как свои плюсы, это продление диализной жизни больного, так и свои минусы, это высокая смертность больного на диализе с низким уровнем альбумина, с белковой энергетической недостаточностью, саркопенией, а если пациент еще имеет сердечную недостаточность, у которой реализуют свои причины, скажем, циркуляторная малябсорбция, ухудшение кровообращения и трофики кишечника с нарушением всасывания питательных веществ, то патология почек здесь может в общем срезонировать, поэтому основной упор делается на то, чтобы не злоупотреблять белковым питанием, а более подробно, ну вот на этой схеме можно посмотреть, как рассчитывается количество грамма белка, пересчете на граммы, ну скажем, мясной продукции. Конечно, это ограничение поваренной соли, и большинство исследований взято у наших коллег-кардиологов, хотя доказан механизм влияния повышенного потребления соли у больных с нормальным артериальным давлением на смертность, общую смертность этих пациентов, тем не менее, как правило, соль мы ограничиваем у больных с отеками и с гипертензией, речь идет о больных с хронической болезнью почек. Ну, Александр Ильич очень живописно описал поход, невозможный, нелепый поход пациента с таким большим букетом в спортивный зал, хотя, вы знаете, сейчас формируются для таких больных отдельные группы, и, в общем, довольно неплохо они там занимаются, и скорые периодически туда приезжают, но, тем не менее, в общем, потребности, желания у подобных пациентов к таким активностям есть. Ну, о чем также следует помнить при лечении пациентки, у которой есть и фибрилляция, и диабет, и хроническая болезнь почек, конечно, это о том, что антикоагулянты могут нести в себе ренопротективный потенциал. Мы привыкли к тому, что ренопротекторы — это глифлозины, это блокаторы РАС, это фенеринон, но, оказывается, есть так называемые не универсальные ренопротекторы, а ренопротекторы направленного действия, то есть те, которые в определенной ситуации показаны больному, и назначение их приводит в качестве плеотропного эффекта дополнительным бонусом, в частности, к ренопротективным бонусом. Ксорелта на сегодняшний момент — это единственный препарат из антикоагулянтов, который имеет два РКИ, которые доказали способность этого препарата вызывать замедление, прогрессирование хронической болезни почек. Это московское исследование, это проспективное исследование ксорена, и массу исследований ретроспективных, основанных на анализах назначения препарата Маркетскан, который тоже демонстрирует безусловный успех препарата ревороксабан в сравнении, например, с препаратом варфарин. Надо сказать, что в исследовании московском на четвертой стадии болезни почек было показано, что применение ревороксабана даже в некоторой степени улучшает функцию почек. С чем это связано? Во-первых, это связано с тем, что ревороксабан улучшает микроциркуляцию в почечном клубочке. А когда это реализуется, реализуется такой феномен, как гибернирующий нефрон. Это мы тоже украли в наших коллег-кардиологов. Я помню, как Юлия Никитича еще лет 20 назад на съездах провозглашала этот термин, учил нас тому, как правильно это диагностировать. Сегодня мы пришли к тому, что, оказывается, во многих органах существуют эмоциональные расстройства, которые при нормализации кровообращения реализуют феномен гибернации ткани. И вот ровно такой же эффект существует и в отношении ксорелта ревороксабана. Возможно, это одно из патофизиологических объяснений того, почему препарат реализует свои ренопротективные свойства. В исследовании ксорена это была тенденция к снижению, к замедлению потери ручной фильтрации. А в ретроспективных анализах это американская, техасская исследование ЯАО, английское исследование антенна, райвл стади неизменно. Разные параметры, но так или иначе, удаляющие пациента от конечного терминального почечного исхода, от гемодиализа, от заместительной почечной терапии, если выбор падает в отношении препарата ксорена. Да, и продолжая эту импровизированную эстафету, мы можем... Я думаю, это уже... Нет, нет, это вот, да, пока моя часть. Хорошо. Еще немного. И, собственно говоря, продолжая эту импровизированную эстафету, мы говорим о том, что, используя антикогулянт, используя ребрексабан, мы фактически защищаем пациента от целого комплекса событий, не от одного какого-то, не только от фибрилляции. Вот вернемся к посылу, к тезису, что за больным с фибрилляцией надо видеть пациента, человека, имеющего огромное количество сопутствующих патологий. И да, многие из них, мы действительно снижаем эти риски, это и коронарные события, и риск прогрессии, снижения функции почек. И да, спустя мы видим ту же пациентку. Нет, действительно, как и ожидалось, существенной сколько-нибудь значимой динамики по индексу массы тела, но есть достигнутый контроль цифр реального давления, есть целевые значения либо протеидов низкой плотности, лучший результат по гликированному гемоглобину, стабильный клиренс креатинина, и да, этого достигнуто на терапии реврексабаном 20, лизиноприл сохраняется до 10 миллиграмм, амодипин до 10, то есть комбинация антагониста и ингибитора, торвостатин 40, но этого оказалось достаточно, а также феноренон, потому что пациентка очевидно имеет диабетический генез хронической болезни почек или диабетическую нефропатию. Ну и какие выводы мы можем опять-таки сделать здесь, ну, очевидно, что мы говорим о том, что выбирая антикоагулянт, вы выбираете не препарат, который будет снижать только риск инсульта, но препарат, который будет действовать комплексно, собственно, то, о чем мы и говорим, и воздействовать на другие риски, которые также присутствуют у нашего пациентка. Ну и, наконец, второй клинический случай, это пожилая пациентка с фибрилляцией вариабельностью функции почек, это самый сложный вариант, по нему всегда много вопросов, а что делать, если клиренс креатинина, скачет? Сегодня он 55, завтра он 45, потом 52, 49, как действовать в такой ситуации? Ну, здесь у нас 75-летняя женщина, рост 161, вес 64, она на терапии 15 миллиграмм, у нее, собственно говоря, постоянная форма последние 5 лет, контролируемая гипертония, перенесла инфаркт в 2016 году, и очень много споров идет о том, как действовать. Кто-то говорит, надо снижать дозу, повышать дозу, снижать дозу, повышать дозу, кто-то говорит, не надо забегать вперед, вот есть рекомендация по оценке скорости клубочковой фильтрации клиренса креатинина, СКФ деленный на 10 или клиренс деленный на 10, вот и следует, следует этой рекомендации. Ну, а я думаю, что Михаил Михайлович здесь более подробно ответит на этот вопрос. Михаил Михайлович, передаю вам слово. Да, спасибо, Александр Григорьевич, но вот говоря о креатинине, вот здесь приведены три фенотипа пациентов, летний такой крепкий мужчина, бородатый, то есть у него хороший уровень тестостерона, 90 килограмм, высокий, 58-летний мужчина с усами, то есть тестостерона немножко поменьше, 178 сантиметров, 95 килограмм весом, ну и бабушка Божий одуванчик, 80-летняя, 63 килограмма, и мы видим, что при равном уровне креатинина, если мы берем и рассчитываем клиренс креатинина по формуле Кокрофтаголта, мы получаем, ну, совершенно разные уровни клиренса, 123, 90 и 37, но если в первых двух случаях мы получаем абсолютную норму, то при том же уровне креатинина в третьем случае мы получаем тот клиренс, который, ну, мог бы, по крайней мере, соответствовать третьей Б стадии болезни почек, и уж точно потребовал бы уменьшение дозы, например, ревороксабана до 15 миллиграмм, как часто и когда мы производим определение клиренса, ну, конечно, перед назначением орального антикогулянта, чтобы понять вообще, мы попадаем в это назначение, или оно абсолютно противопоказано, если, например, клиренс ниже 15 миллилитров в минуту, ну, а дальше динамическое наблюдение, вот то, о чем говорил Александр Григорьевич, сложности-то возникают когда? Сложности возникают тогда, когда пациент в силу, ну, определенной тревожности, очень трепетного отношения к своему здоровью, ну, например, начинает ходить и делать этот клиренс определять еженедельно, и представьте себе в этой ситуации мы будем иметь еженедельные колебания клиренса креатинина выше, ниже 50, предположим, а я вам более того скажу, если, например, в течение дня определять клиренс на пациента, у которого он около 50, и при этом он будет принимать какую-то пищу, он будет принимать жидкость, он будет физически что-то делать, то этот клиренс будет меняться в пределах 5-7 миллилитров в минуту в течение дня. Вот поэтому, наверное, общество кардиологов и европейское, и российское, и американское и определили определенную кратность в общем анализа, мониторинга этого параметра, который бы отражал не циркадные изменения клиренса креатинина, а все-таки отражал определенную динамику этого параметра, на который можно было бы опираться. И если у нашей пациентки клиренс 52, мы делим его на 10, получаем примерно 5, цифру 5, то есть мы должны раз в 5 месяцев определять клиренс креатинина. И если он меняется, в зависимости от этого изменять уровень ревороксабана. А уж если она будет определять его чаще, но, к сожалению, с этим, наверное, сложно что-либо сделать, мы вынуждены будем, к сожалению, чаще менять дозу принимаемого препарата. По каким причинам у пациента возможно изменение клиренса? Ну вот, я привел уже некоторые примеры. Попил воды, поднялся там на пятый этаж, например, поработал ногами, креатинин будет выше у такого пациента. Так, извините. А причин это может быть смена лаборатории. Я думаю, все вы с этим сталкивались. В лаборатории университетской креатинин у нас на 20 единиц выше, чем в лаборатории через дорогу. Ну, так часто бывает. Прием пищи перед исследованием, физическая активность, снижение массы тела, низкобелковая диета. Вот низкобелковая диета, вегетарианство, это вообще большая проблема. Когда больной в силу определенных обстоятельств, ну, лечебных, например, имея ХБП, прочитал в интернете «Нужна диета, мясо есть нельзя». И он превращается в вегана. Вопрос, а как ему вообще теперь определять клиренс или скорость с клубочкой фильтрации? Потому что валидированных формул для веганов не существует. То есть, вот эти все скрытые препятствия, по которым плывет наш пароходик, вот с этими препятствиями сталкивается и пациент, и врач, который ведет этого пациента. Ну, у нашей пациентки клиренс 52 последний, а значит, последняя дозировка с рекомендацией о применении которой больной должен уйти от врача-кардиолога составляет 20 мг в сутки. И, наконец, третий клинический случай – это пациент с фибрилляцией предсердия из гематурии. Наверное, гематурия относится к той категории кровотечений, которая вызывает очень часто ступор у врачей, и опросы, национальные опросы, которые проводились не так давно, показали, что, по-моему, в 40% случаев больные с фибрилляцией предсердия и ФБП вообще получают антиагреганты, а не антикоагулянты. А мы сейчас говорим о преимуществах прямых оральных перед варфарином. Мы делаем выводы о том, какой из прямых оральных антикоагулянтов лучше. Но я напомню, что гематурия – это появление трех и более ретроцитов в поле зрения. Это речь идет об анализе мочи глазом в камере Горяева, то есть общий анализ мочи. Если речь идет об анализаторе лабораторном, то там могут быть несколько иные данные, например, 4-5 эритроцитов. Надо смотреть чувствительность анализатора, которым вы пользуетесь. И если это тест-полоска, то это один крест, два креста или три креста, это уже признак гематурии. Макро-гематурия – это визуальное окрашивание мочи. Микро-гематурия – это повышенное количество эритроцитов в моче, но при этом внешний цвет мочи не изменен. Александр Григорьевич? Да-да. Да-да. И, собственно говоря, рецидивирующая гематурия, мы говорим о пациенте 72-х лет, мы говорим о пенсионере, который, в общем, не предъявляет никаких жалоб. И мы говорим о том, что его уровень гемоглобина не позволяет предполагать даже наличие анемии. Мы говорим о том, что действительно в общем анализе мочи 5-7 эритроцитов в поле зрения в течение месяца. Нет на УЗИ почек никакой значимой патологии, выявляемой с помощью УЗИ. На УЗИ малого таза доброкачественная гиперплазия предстательной железы и консультация урологов. Та уролога также говорит о ДГПЖ и рекомендована терапия тамсулазином. Пациент принимает реврексабан 20 мг имеет постоянную форму гипертонии инфаркт миокарда с 2019 года. Хорошо, что нет анемии, хорошо, что он принимает требуемую дозу, но микрогематурии и ДГПЖ вызывают много вопросов. Мы действительно сталкиваемся с огромным количеством пациентов, у которых есть микрогематурия, которые не уходят, пациенты обследуются, пытаются обследоваться на патологию почек, на патологию мочевого пузыря, но не находят ничего из того, что у них ищут. Михаил Михайлович, требуется ли в такой ситуации отмена реврексабана? Ну вот, мне кажется, можно адресовать этот вопрос нашей аудитории, какова тактика антикогулянтной терапии будет оптимальная в отношении этого пациента. Вот у нас, видите, стрелка перескочила, то есть она дала ответ, но давайте все равно я озвучу, первый вариант ответа, это продолжение приема к Сарелта, с возможностью однократной отмены при необходимости на период обследования, второй, это замена на другой, более безопасный прямой оральный антикогулянт, то есть, так называют, как в цирке, жонглирование антикогулянтами, или полная отмена антикогулянта до получения окончательного диагноза. Ну, я думаю, что поскольку вот система выдала правильный ответ, конечно, в этой ситуации надо продолжить прием антикогулянтной терапии, однократно пропустив прием, и в этом плане нам помогает вот такой алгоритм, который был подготовлен экспертами Евразийской Ассоциации терапевтов, который делит все макрогематурии и микрогематурии на малые и большие кровотечения. Если макрогематурия малое кровотечение, то мы, собственно, не имеем значения, окрашивается моча в красный цвет или нет, мы поступаем так, как следует поступать с микрогематурией. И есть несколько исключений, несколько ситуаций, когда мы просто вынуждены отменить антикогулянты до момента устранения причины кровотечения. Это появление сгустков крови в моче, видимых на глаз, это тампанада мочевого пузыря, это моча цвета алой крови. Здесь иногда терапевты спорят, а что значит алой крови? А вот мне кажется, что она интенсивно окрашена, кому-то покажется, что она розовая. Ну, действительно, этот признак дефиниционно верифицируется достаточно сложно, хотя абсолютно непрозрачное покраснение мочи, это, как правило, расценивается как тотальная макрогематурия. Постгеморрагическая анемия, когда речь идет о выраженном снижении уровня гемоглобина и, конечно, геморрагический шок. Во всех остальных случаях розовая моча, нерозовая моча. Планово отправляем больного к урологу, однократно пропускаем прием к сарелке и спокойно уролог обследует этого пациента. Есть неустранимые причины гематурии. Ну, скажем, у больного хронически гламированный фрит и гематурия это его клиническое проявление его болезни, поэтому была у него гематурия, есть и будет в дальнейшем и мало что с этим мы сможем сделать. Какое обследование требуется пациенту с гематурией? А вот здесь уважаемая аудитория, давайте попробуем проголосовать. Ну, например, пациенту не требуется Это я. Я случайно делал прощение. Ну, хорошо. Ну, давайте так подсказываем. Значит, первое, это пациенту не требуется ничего, ему уролог его уже осмотрел, поставил диагноз доброкачественной гиперплазии, все ясно, все понятно. Второй вариант, тоже не требуется никакое обследование, микрогематурия является последствием антикогулянтной терапии. Ну, что называется, назначили антикогулянт и других болезней мочевой системы у больного нет, во всем виноват ревороксабан или апексабан или добегатран. Ну, и, наконец, да, поскольку микрогематурия пожилого пациента требует исключения уротелиального рака. И вот здесь есть такая, на мой взгляд, очень удачная схема. Сейчас я пытаюсь переключиться. Ну, во-первых, есть такой алгоритм, который говорит о том, что у человека пожилого возраста три наиболее частых причины мотрии, это мочекаменная болезнь, рак и доброкачественная гиперплазия. Дай Бог, чтобы это оказалось доброкачественной гиперплазии, но, к сожалению, нередко это бывает рак. Вот, кстати, если больному назначается антикоагулянт, то он является индикатором ранней диагностики злокачественных новообразований мочевой системы, потому что в этой ситуации опухоль начинает быстрее манифестировать, она начинает быстрее кровить, при том, что она еще пока менее злокачественная, она менее распространенная, размер ее менее выраженный. То есть, вот как раз антикоагулянтная терапия позволяет раньше выявить эту болезнь. И поэтому есть микроагематурия или нет микроагематурии. Собственно, антикоагулянтную терапию, как планировал врач-кардиолог, так он ее будет реализовывать. А вот что касается рисков кровотечения и алгоритма диагностики при изолированной гематурии. Я напомню, этот алгоритм был предложен 4 года назад Американской Урологической Ассоциации не в виде рекомендации, а в виде консенсуса. Ну, потому что рекомендации все-таки посвящены более глобальным вопросам. И вот посмотрите, по этому консенсусу наш пациент, собственно, как и большинство больных сибрилляций и предсердий, они автоматически с гематурией попадают в группу высокого риска уротелиального рака. Не надо считать, сколько сигарет он выкурит, он может вообще не курить, и сколько ретроцита у него в моче. Возраста достаточно для того, чтобы появление гематурии сразу определило больного в группу высокого риска. Мы должны исключить, что травму, интенсивную физическую активность, инфекцию мочевого пути. Если это женщина, то какие-то расстройства менструального цикла. И, собственно, в менопаузе тоже они бывают. Различные кровомазания, подкравливания и так далее. Перед нами мужчина. Мы это все исключили. Дальше идет цистоскопия. Уролог обязательно должен пальцем исследовать пациента через прямую кишку. Он должен обязательно сделать цистоскопию. Ну и в большинстве случаев КТ-урографии. Потому что именно это позволяет исключить с достаточной степенью надежности цистоскопия, позволяет исключить уротелиальный рак у нашего пациента. Ну, собственно говоря, у нашего пациента мы этого не обнаружили. Мы успокаиваемся, останавливаемся на диагнозе доброкачественной гиперплазии предстоятельной железы и делаем такие выводы. Ну, во-первых, у пациентов пожилого возраста с возникновением гематурии в ответ на приемы антикогулянта в первую очередь надо думать не о том, какой плохой антикогулянт, а о том, что у этого пациента может быть онкологическое заболевание, мочекаменная болезнь или доброкачественная гиперплазия простаты. Следующее. Больной в возрасте 60 лет и старше с гематурией автоматически попадает в группу высокого риска уротелиального рака и поэтому нуждается в цистоскопии и КТ-урографии. Ну и пациентам с микрогематурией на время до обследования следует продолжить прием орального антикогулянта с однократным пропуском следующей дозы. Так, передайте мне тогда управление. Я передам секундочку. Да. Все, управление сейчас назад шагнем. Управление. Отлично. Ну что ж, уважаемые коллеги, усилиями Михаила Михайловича, Александра Григорьевича мы разобрали несколько очень непростых, но жизненных клинических примеров. И вы поняли, как непросто иногда бывает принимать решения, особенно, когда речь идет о досаждающих кровотечениях. Как будто бы ситуация достаточно банальная, тем не менее, всегда начинаются опасения, причем не только со стороны пациента, но и со стороны врача. Я как-то всегда привожу этот пример. Как-то на одном из семинаров ко мне подошел такой продвинутый в возрасте доктор и сказал, Юрий Никитич, но ведь кардиоэмболический инсульт это от Бога, а ишемический сделал я. Коллеги, друзья, риск кровотечений, риск даже раздражающих кровотечений, даже средних кровотечений всегда ниже, чем риск кардиоэмболического инсульта. И, соответственно, этому, конечно, результаты, клинические результаты, конечно же, несопоставимы. Итак, выбирая Xarelto, как уже мы обсудили, это наиболее безопасный, наиболее изученный эффективный препарат. Мы можем применить его у всех пациентов из хронической болезни почек, из фибрилляции претернии высоким риском кровотечения. И у пациентов старческого возраста это свой разговор, это своя тематика, я надеюсь, что Александр Григорьевич нас как-нибудь пригласит на эту тематику, мы поговорим о пожилых пациентах. Конечно же, это с фибрилляцией претердия и коморбидностью. И обратите внимание на самую нижнюю часть этого слайда. реверсобанк Сорелта имеет показания для применения у детей, причем практически с нулевого возраста для профилактики развития или для лечения тромбовенозных эмболий. Следующий слайд. Так, может быть, мне кто-то поможет? Давайте я переключу. Что-то у меня слайды... Да, отлично. Все, все, стоп, стоп. Предыдущий. Отлично. Все. Итак, назначив Сорелта пациенту с высоким риском кровотечения фибрилляции претердии, вы можете защитить его, как уже были показываны несколько раз этот слайд. Но, в конце концов, напоминаю, мы защищаем от инсульта, от риска коронарных осложнений, мы снижаем риск развития почечной недостаточности и, конечно, мы базируемся на изученном профиле безопасности этих препаратов. Итак, поэтому мы говорим от Шоксорелта препарат номер один в выписке у кардиологов и терапевтов среди всех антигагулянтов 2023 года. И, завершая этот семинар, я могу вам сказать один принцип. Вы должны всегда ответить на один вопрос. Почему я не назначил прямой оральный антигагулянт пациенту с февривляцией предсердий? А выбирая этот антигагулянт, вы должны базироваться на данных международных исследований, многоцентровых исследований, на данных по безопасности и приближенности этого препарата к вашей повседневной практике. Огромное спасибо, Александр Григорьевич, Михаил Михайлович, уважаемые коллеги. Я не знаю, есть ли у нас вопросы. Да, думаю, что есть. Единственное, что если я сейчас пошевелю мышкой, то немедленно переключится слайд, но ладно, попробуем. Ничего страшного, это последний слайд, это полисные материалы, ничего страшного. Сейчас я уточню в студии, а нет, вопросов нет. Тогда мы все рассказали. Уважаемые коллеги, спасибо огромное за внимание, за тем, кто нас слушал и наблюдал, огромное спасибо организаторам и, конечно же, огромное спасибо Евразийской Ассоциации Терапевтов за гостеприимство и представление своей платформы. До встречи, до свидания. До встречи, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok